Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вчера сделал очень важное заявление, а именно, что он не против ударов Украины по России американским оружием. Я процитирую, Украине нужно позволить вести войну так, как она считает нужным. Они должны быть в состоянии дать отпор. Также вчера появилось письмо группы конгрессменов, причем как республиканцев, так и демократов, к министру обороны Ллойду Остину. Его призывают ускорить поставки вооружений Украине и также позволить ей бить по России американским оружием, естественно, по военным объектам. Как вы оцениваете вот такие новости? А, плюс еще есть у нас добро от Великобритании, скажу. И в Париже звучат призывы дать Киеве такое право на самозащиту. Судя по всему, лед трескается. И на европейском континенте уже есть в Британии и ряд других государств, которые также высказали готовность к тому, чтобы вооружением передано Украине и этими странами, можно было носить удары по России. За океаном в Соединенных Штатах мы видим только, как он трещит этот лед, но пока что еще говорить о том, что есть разительные результаты, будет рано. Судя по всему, позиция не стрелять по российской территории американским вооружением является политической, и за ней стоит некая мотивация, которая нам неведома. Возможно, в каких-то форматах были взяты на себя обязательства Соединенными Штатами в договоренностях с Россией, что-то взамен на что-то. Может быть, это продиктовано какими-то анализами и расчетами, которые есть у американских аналитиков. Но очевидным становится, что это есть водораздел между Конгрессом и Белым Домом. Что позиция не атаковать вооружением передом Украине территорию России и Украине не позволяет этого делать, это позиция Белого Дома. И вот в Конгрессе зреет серьезнейшее напряжение и уже артикулируется значительным количеством голосов, что Украине необходимо предоставить эту возможность. Это не только господин Джонсон. Он, скажем, в пробежке по коридорам Конгресса ответил журналистам и ответил достаточно обтекаемо, на самом деле, не говоря, что он выступает за, но он сказал, что он не против фактически, что стоило бы Украине позволить воевать так, как Украина считает нужным, и не входить в микроменеджмент вооружений, предоставляя их Украине, не учить, как этим вооружениям, иными словами, воевать. А вот по конгрессменам тут, да, позиция очень четкая и очень жесткая. Почему сейчас? Во-первых, в Соединенных Штатах делегация украинского парламента достаточно серьезно поработала, пообщалась со множеством конгрессменов и сенаторов. Во-вторых, ситуация на Харьковщине, где Российская Федерация, собственно, их пользуется, единственным стратегическим их преимуществом, это тем, что на территории России, на десятки километров вглубь от линии фронта, они находятся под условным прикрытием, поскольку Украина не может применять значительную часть западного вооружения для ударов там по российским войскам. А это не просто то, что они где-то там далеко концентрируются. Это фактически оперативный, даже не стратегический уровень обеспечения фронта. На некоторых участках это тактическая дистанция. И таким образом российские войска могут обеспечить логистику, концентрироваться на приграничье, перегруппироваться, и, в общем, заходить на украинскую территорию, только там по ним может открываться огонь, вот в этой узкой линии в 5-10 километров, которую они смогли занять, собственно, серой зоны, и во многом смогли ее занять из-за того, что у Украины нет возможности их уничтожать эффективно и всем доступным вооружением, еще только на подходах, которые находятся на российской территории. Поэтому это очень актуальная тема и болезненная, даже не удары в глубину России на сотни километров, хотя бы линия в 100-150 километров. Это уже разительно бы изменило бы ситуацию и отвадило бы Россию превращать приграничье в фронтовую зону. Ведь сейчас им гораздо выгоднее, пробуксовывая на Востоке, начать операцию на Харьковщине, либо на Сумщине, либо на Черниговщине, где-либо в другом месте, где они теперь могут пользоваться границей, как с прикрытием для собственных тылов. Той роскоши, которой у них нет на Востоке, где Украина постреливает на всю глубину оккупированных территорий. Редактор субтитров А.Семкин